В октябре прошла презентация книги Нины Мочеловой «Гордое имя Химчанка» – документальный рассказ о 15 выдающихся женщинах округа. Среди героинь-краевед Вера Земского-Короткова. Почти 40 лет она руководит музеем 21 лицея. А когда-то буквально все свое время проводила в походах, руководила раскопками. Вера Михайловна – одна из старейших жителей Сходни и больше, чем кто-либо знает о родных местах. Репортаж Екатерины Зайнуловой. Здесь у нас фотографии мальчиков, юношей, наших учеников, которые ушли на войну прямо со школьной скобьи. Это место Вера Земского-Короткова без преувеличения называет святым. Здесь фотографии не просто погибших. Вместе росли, гуляли, учились. Это были 20-е годы 20-го века, время, с которого Вера Михайловна живет в Сходне. Вера Михайловна – учитель английского. В 21 лицея с 62-го года, 75-го – руководитель музея. После ухода на пенсию любимое дело не бросила, ведь почти каждый квадратный метр благодаря ей дышит историей. Причем не просто историей, а так или иначе связанной с Химками, с ее родной Сходней. Именно она установила, что сюда приезжал Ленин, а ее воспитанники встречались с теми, кто был свидетелем этих событий. Настоящей дружбой музей связан с гастеловцами, и это лишь малая часть того, что хранят эти стены. Я всегда любила историю. Мы были без конца в походах, в поисках. И все, что мы находили, все мы собрали и оформили еще в старом здании музей. Свидетельство этих походов – важная составляющая музея. Буквально каждая вещь имеет историческую ценность. В музее много интересных экспонатов. Один из самых ценных – вот этот остаток винтовки времен Второй мировой войны. Как и многое, что находится здесь – это находка школьников во время раскопок в окрестностях Сходня. Искать, искать и еще раз искать. Вера Михайловна и 40 лет назад, и сегодня продолжает повторять своим ученикам. У кого нет истории, у того нет будущего. Школьники и весь коллектив во первого лицея ее поддерживают. Я люблю здесь проводить время, изучать биографии живших здесь людей. В том числе Никита Николаевич Моисеев, он очень большие вклады сделал в науку. Вдохновившись его жизнью, работами, я решил тоже написать работу на тему исследования выбросов с атомных электростанций на окружающую среду. С Верой Михайловной я познакомилась в 91-м году, когда начинала работать в шестой школе на Левобережной. Я привезла первую экскурсию сюда к ребятам, потому что узнала о том, что здесь замечательная школа с замечательным музеем. И нас очень радушно встретила Вера Михайловна. Она подробно рассказала нам о старой Сходне, какова она была, и показала ряд фотографий, которые отражают действительно Сходне именно тех прошлых лет. По словам Веры Михайловны, на стендах далеко не всё. За годы накоплено столько материала, что хватило бы на три таких комнаты. Многое она мечтает передать в Краеведческий музей, когда он появится в Химках. Екатерина Зайнулова, Валерий Алексеев, Служба новостей.